Вы уже знаете, что у нас всё больше бюджетников. Мы уже идём на рекорд. Больше, чем когда, например, создаём рабочие места. Это уже 23 миллиона бюджетников, и в это... В это не верится. Ещё миллионов 10, и 10% населения будут работать на государство. Именно поэтому у нас рейтинги поддержки 37%, так как это всё бюджетники. Так и есть. Итак, в 2000-м было 20 миллионов, в 2010-м было 22,9 миллиона, и в 2010-м слегка снизилось до 22,5 миллионов. Сейчас 22,96 миллионов, и к концу месяца будет 23 миллиона. Господи. Так что можете уже сокращать. Если вы малый бизнес и переживаете о том, что приходится увольнять сотрудников, просто скажите им, что государство сейчас нанимает. И они говорят, что это хорошо для экономики, нет? Да, и это... Они говорят, что всё в порядке, байденомика работает. И ведь если и есть что-то, на чём держится байденомика, то это разрастание государства. Да. И вот таким образом они создают рабочие места. Вы просто придумываете должности в разных идиотских министерствах, так что в конце, я думаю, мы сможем нанять вообще всех. Это прямой и приемлемый путь к социализму. Давайте я вам расскажу немного про инфляцию. Кто-нибудь смотрел недавно «Один дома»? По-моему, я где-то каждый год его пересматриваю. Но в этом году я его ещё не смотрел. А вот мы на День Благодарения смотрим «Чудо на 34-й улице», а в канун мы смотрим «Самолёты, поезда и машины», а потом через неделю приходит очередь одного дома. Обратите внимание, когда Кевин идёт за покупками. Хотите поговорить про инфляцию? Про цены? У него с собой 20 долларов, это все его деньги. Помните, что он покупает? Я нет. Полгаллона молока, полгаллона апельсинового сока, набор для ужина, хлеб, замороженные макароны с сыром, стиральный порошок, пищевую плёнку, туалетную бумагу, солдатиков и салфетки. Вместе с налогами вышло 19 долларов и 83 цента. В прошлом году, и не забывайте, в этом году будет ещё лучше, в прошлом году этот же список покупок стоил вместо 19 долларов и 83 центов 44 доллара и 40 центов. Господи. Но, Белый дом утверждает, что в этом году покупки самые недорогие. Да, точно. Итак, 40 долларов и 40 центов в том году, в этом году, сумма выросла до 72 долларов и 28 центов. За один год? За один год. Но почему? И что самое, ну, экономика же бурно развивается. А, да. Точно. У людей же всё хорошо. Нет, ну, серьёзно, в чём дело? Что, салфетки так подскочили? Я не в курсе. Это всё предметы. Лично. Ну, там есть и странное, но очевидно же, что это не инфляция, настолько выросла, но... Что тут странного? Галлон молока, полгаллона молока, полгаллона апельсинового сока, набор для ужина, немного странного. Хлеб, замороженные макароны с сыром, стиральный порошок, пищевая плёнка, туалетная бумага, солдатики, тоже странно, и салфетки. Тут ничего странного. Типа нормальные люди такого не покупают? Это то, что люди как раз покупают. Ну да, наборы для ужина уже так никто не называет, но люди постоянно покупают полуфабрикаты, так что это вполне нормально. Да. Это довольно любопытно. Может, там есть какой-то один товар, который столь стремительно подорожал? Мораль этой истории, не оставляйте своего ребёнка одного дома, когда вы всей семьёй летите во Францию. Ставьте им долларов сто. Ну, да, да. Двадцатью долларами уже не хватит. А если вы ребёнок и оказались в этой ситуации, то смягчитель для белья это не самое важное. Да, это не самое важное. Это не приоритет. Он научился этому у своей матери? И попрекаете этого мальчика тем, что как стирать он научился у своей матери? Я про то, как он это делает. Правильно подметил. Спасибо, Пат. Пожалуйста. Может, ему стоило поучиться у своей матери расставлять приоритеты, хотя для неё тоже поездка во Францию важнее своего сына. Да. Да, но вообще-то... Нет, она просто забыла. Сколько раз ты забывал своего ребёнка? Не случалось? Ни разу, но я только один раз был во Франции. И знаете, что странно? Я видел, как одно консервативное издание говорило, когда смотришь «Один дома», то понимаешь, как сильно обнищал средний класс. Но... Но это был не средний класс. Они не были семьёй среднего класса. Нет. Никогда. У них прекрасный дом. Да. Не только прекрасный дом, но кто может себе позволить... Поехать всей семьёй во Францию? Во Францию. На праздники. Точно. Да. И мама... Мама с папой сидят в первом классе. Это не средний класс. Я помню, когда увидел этот дом, то подумал «Ого! Да, неплохо!» И это была эпоха Ральфа Лорена. Все эти обои и всё остальное... В этом было столько Ральфа Лорена. И даже тогда немногие могли себе это позволить. Они всё ещё вырезают Дональда Трампа из сиквела? Я не знаю. Они какое-то время вырезали, и начинаешь думать, что правда? О, да, они вырезали. Да, да. Да, они считали, что это будет неправильно. Маккалей Калкин есть в сиквеле? Да. 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 В этот раз его забыли в Нью-Йорке. Хорошо. Да. У него ужасные родители. Им просто наплевать на своего сына. Ими должны заинтересоваться органы опеки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!